Тут не жизнь, а борьба. Интересно, почему в Новосибирске не вывозят снег? А сейчас я покажу, где миллионы Сибири. Переживание людей, которые хотят переехать в Сибирь. Поддерживайте. Приезжайте в Сибирь. Всем привет, меня зовут Наталья. Я живу в Сибири уже почти 7 лет. Переехала из Украины и ни разу, по-моему, никто от меня не услышал, что мне здесь не нравится. Но мне часто задают вопросы по поводу переезда в Сибирь, как здесь все устроено. Ну, давайте я вам покажу, как выглядит Сибирь в начале апреля месяца. Сегодня 4 апреля, солнечный день, но я вышла вечером. Я стою, нахожусь такая у нас есть, роща небольшая. Здесь снег белый-белый, но начинает таять, конечно, видите. Что солнечная погода. Я посмотрела видео, Варламова такой известный блогер, который побывал в Новосибирске недели две назад, в середине февраля, и освещал тему очистки города от снега. Город Берс находится не так уже далеко от Новосибирска, и почти не отличается от каких-то природных погодных условий. Снег в Сибири – это такое явление, от которого никуда не денешься. Ну и, конечно, в зависимости от того, кто как это все воспринимает, возможно, автомобилисты с этим сталкиваются, с этой проблемой более часто. Я не езжу на автомобиле, но я покажу, расскажу свое видение. Значит, что приносит нам весна? Прямо хочется приехать сюда поздней весной, когда все это будет таять. Весна приносит нам таяние снега, грязь, скрываются разные какашки. Вот сегодня специально я одела такие сапоги, в которых можно пройти по разным труднопроходимым местам, чтобы показать, как выглядят некоторые районы рядом с моим домом. И буду рассказывать по ходу свое видение этой всей ситуации. Так, ну вот это тропинки, которые, естественно, никто не чистит, потому что, как называется, типа собачьи тропы, кто куда хотел, туда и шел. Здесь вот видно теплотрасса, и уже снег растаял. Такая-то огромная территория летом вырастает травой, и потом иногда, иногда коммунальные службы, в общем, косят. А вот мы спускаемся с этой тропинки на вот такую уже более широкую асфальтированную дорожку. И эту дорожку чистят. Ну, потому что видно, да? Она ведет к школе, к детскому саду. Здесь вот из-за того, что где-то рыли, скрыли асфальт, и неизвестно уже теперь, когда его сделают. Это рыли к детскому саду, что-то ремонтировали. Сегодня суббота, покажу. Вот так выглядят дворы. Видите, очищено. Ну, и парковки. Каждый себя очищает место. Ну, вот как выглядит, например, двор. Вот такие кучи возле домов. Это просто приезжала управляющая компания в конце марта. И вот эти кучи сгребали. Естественно, все это стоит денег. Скорее всего, это будет оплата коммунальных. Содержание придомовой территории. Вот так выглядят большие. Сугробы, но они уже растаяли. Некоторые их сгребают, вывозят. Некоторые ждут, когда они сами растают. Вот парковки. Вот, как некоторые себе делают парковки. Ну, вы увидите высоту снега. Я хочу выйти через двор. Вот куча. Хочу выйти через двор на проезжую территорию. Магистраль. Дорогу. Вот здесь дорога. Рядом я вышла из супермаркета. Вот так выглядят тротуары. Уже растали, но их чистили. Вот это на обочине. На обочине такой черный прязный снег. Его никуда не вывозили. Вот, возможно, очистили. Сюда загружались немного. Видите, какие воры. Через несколько, через неделю, может быть, чуть меньше, больше. Если не пойдет снег, еще раз. Это все растает. Грязь это смоется первым дождем. И все почистит. Начнет пробиваться трава зеленая. И все будет красиво и хорошо. Иногда эти кучи лежат прямо и маяткают. Если их дворники не разбрасывают. Хочу показать вот у нас пожарную. Пожарную. И я сейчас хочу дойти до перекрестка, до светофора. И показать частный сектор один. Ну, коттеджный поселок. В общем, я пришла вот с того района, панельные дома. А это вот новый район космический. Звездная здесь. А это, получается, вот такие коттеджи. И мы здесь хотели снять как-то дом. Перечать дома. Но еще раньше светофора здесь не было. Здесь светофора не было. И в школу ходить я боялась, как будут дети переходить дорогу. Хотела вам показать вот этот район, но я не знаю, как мне туда добраться. То есть, получается, с той стороны нет тротуара по правой стороне дороги. И чтобы попасть на улицу, то нужно просто перейти эту дорогу в неположенном месте, наверное. Вот недавно сдались вот эти дома. В каждом доме пиво. Знаю, что за магазин Бристоль. Вот здесь аренда. В общем, какой-то особенный это район. По-особенному выглядит. Естественно, здесь и асфальт. По сравнению с новым частным сектором, коттеджными поселками. Дошла я, да, на выход. И что у нас здесь? Это здесь гаражное общество. Стоит ли идти сюда? В общем, если так идти, то можно попасть на мои огороды. Вон они. Вот течет ручейок куда-то. В высоту снега, видите, да? Так. Вот дымок идет. В оружие. В общем, иду по какому-то гаражному обществу. Не очень мне, конечно, комфортно. Уже вечер. И я без сопровождения забрела куда-то. Уже подмораживает. И слышим, да? Так скрипит под ногами снег. Уже ими им покрываются ручейки. И вот так у солнца светит, тает ночью, подмерзает, вывораживает. Сейчас я покажу вам горы песка. Откуда он взялся, я предполагаю, что это речной песок, который намывали. С дна оби. Возможно. Вот. Здесь я проходила еще в январе. Здесь было вообще пусто-пусто. Стояла эта будка здесь. Здесь стояли снеговики. Здесь мужчина, наверное, ставил сколько ходов сделали камазы. А сейчас, вот в настоящий момент, даже нет дороги, куда сюда можно уже завозить этот снег. А сейчас я покажу, где миллионы Сибири. Я заползла вот на эту гору. Только бы не упасть. Вот это вот полигон, куда свозят снег с улиц города. Это наши миллионы. Это наши миллионы. Вот. Так что Варламову привет. Очень легко критиковать. Но нужно понимать, сколько это все стоит. Сейчас я спущусь. Надеюсь, без последствий. Вот здесь находится мой участок полторы сотки. Конечно, сегодня еще я пока не смогу добраться туда. А там водоохранная зона. Мы здесь вот познакомились с местной жительницей. Жительница, она удивилась, куда я ползу, на какие горы. Вот я там ползла, а здесь она гуляет с собакой. Алексей, который сейчас брал комментарии у новосибирцев, говорит, что народ здесь не очень дружелюбный. И, в общем, мы разговорились о том, я ей задала вопрос о том, ну, в городе есть, конечно, свои проблемы, но я спросила, как относится она к зиме, к кому-то, есть ли проблемы вот с снега большого такого, какие-то там, вот переживания людей, которые хотят переехать в Сибирь. Поддерживаете вы их пережить? Приезжайте в Сибирь. Ну, вы обращайте внимание на этот смес, который вот всю зиму. Если бы я здесь жил, я бы был просто самым угрюмым и злым человеком на свете. Как здесь можно быть дружелюбным, когда каждый секунд, ты можешь просто умереть, ты можешь упасть в сугроб, и тебя никогда в жизни не найдут. Чистят его, как он считается у нас в городе? Всегда чистят, всегда строго следят за снегоуборочной компанией. В нашем городе, да? Да, всегда. Нет у нас такого, что там, ой, все поперемело, проехать негде. Есть где перемело, но это больше относится к дачным дорогам, где-то там вот. К частному сектору, наверное, больше. Они переживают, когда снег пройдет уборочная машина, и она вот отваливает им вот эти проходы. Да, и это есть. Ну а сейчас большинство еще людей живут на дачах. А, ну да. Вот. И там есть такие нюансы, что ни скорая, ни пожарка не приезжают. Ну это... Ну так выбор этих людей. Да. Когда мы станем побогаче, то улучшится все. Разряжается батарея, мы столько много говорили о разных темах, вопросах. В общем, приезжайте, приезжайте сюда и живите. У нас так интересно, классная природа, у нас очень хорошая. Надо было лес заснять. Лес заснять. Я им показываю лес. Я уже давно, года два, я же вот в Сибириат туда ходила, показывала. На камне, очень красиво, правда же? Да, да. И вот если на Ремикс и... Как это у нас называется там? Как называется? Ой, когда ехать в Бёрдский санаторий. Как же этот залив называется? Так и называется там, тоже очень красиво. В общем, не знаю. Мы, конечно, я показала вам горы снега, куда вывозят снег в Сибири, сколько это стоит. Я посмотрела, сколько стоит в Новосибирске это все проделать. Какие миллионы тратятся. Не хватает техники. Обещают в 21-м году закупить технику. Они, конечно, машины, они все рабочие. Используют реагенты, которые используют песок. И песок дробленый, тот, который добывают, ну, речной песок, и соль, и смеси. И считается, что речной песок, он больше создает пыли летом. Дробленый, но он дороже. В общем, все это деньги стоит. И поэтому в Орла могу и был, прежде чем рассказывать эти все, как бы освещать, можно было, конечно, и поинтересоваться. В этом году в связи с кондинией, по-моему, бюджет не добирает какие-то суммы денег. И вот каждый как в своей семье решает. Или снег растает, потратим на то, что он растает деньги, или, может быть, поремонтируем дорогу. Ну, вот мое такое мнение. Ну, вот у нас, видите, все организовано, все четко организовано. То есть снег в одно место складировали. Вот мы его убирали с пыли. Так что нигде он не стал, у горы нигде не стал. Ну, вот если его там в сторону куда-то сгребли, ну, растает. Да. Ну, это же, это как у каждого, у каждого есть свои периоды в жизни, бывает. Это временные, временные сезоны неурядицы. Вот так. И в центральной части России, мне кажется, свои неурядицы. Там, может быть, в Рязьбях, где-то, может быть, Крым, там, Жарко, Краснодар. Там тоже свои какие-то, может быть, новые сруктов, что любит, мне кажется. Я вообще не обращаю внимания на снег. А особенно, когда выпал, мне нравится, что он беленький, беленький. У нас много мест, где можно совершать чудесные синие прогулки. И с собакой, и на луках, и на шанках, и на конях, и на рыбалку. Ой, мужчины, слушайте, вот я сейчас шла, они по асфальту там уже растаял немного снега, и они на везде ходи на этом мчатке. Это поехали рыбаки. Вот они выехали на дорогу, которая еще не растаяла. Преодолели по асфальту вот какое-то расстояние небольшое. И за поворотом уехали там по лесу. У каждого свои увлечения. А мы, я жду дальше. Оказывается, у меня соседка. В общем, ладно, мне звонит муж. Всем пока, до новых встреч!